Всем привет! Этот урок будет про работу с текстурами, где я вам покажу, как быстро убрать фон с любой текстуры. Идея снять этот ролик пришла спонтанно, из-за моей переписки со знакомым. Он занимается моделингом и показал, что делает ветки с деревьев со своих фотосканов. Но он делал это все в фотошопе, то есть он каждую операцию над каждой текстурой проделывал вручную. И это долго, неудобно, поэтому я вам покажу способ получше. Для примера я взял вот эти три текстуры. И чтобы сделать фон прозрачный, понадобится всего три нода. Первый нод это Color to Mask. В этом ноде нужно выкрутить значение Red and Blue на максимум, чтобы получился белый цвет. Далее ставим Mask Range тоже на максимум и меняем Keynote Type. Далее значение Mask Softness ставим в зависимости от нашей текстуры. Вот видите, тут на единичке появляются артефакты, поэтому нужно сделать меньше. Вот примерно так. Далее добавляем нод Invert Grayscale, чтобы наши ветки стали белого цвета, а фон черным. Потом добавляем значение Bitmap в нод Blend, первый input. Второй input должен оставаться пустым, то есть это будет наша прозрачность. И добавляем нод Invert Grayscale в Opacity. И все, мы убрали фонд. Но не со всеми текстурами выходит одинаково. Если взять, допустим, вот эту текстуру, фон выйдет достаточно черным. И тут уже нужен другой способ для этой текстуры. Итак, первое, что нужно сделать, это выставить ноду PreMultiplyToStrange. Так, почему-то он сюда выставился. И, кстати, с Bitmap'а нужно сделать Grayscale, то есть чтобы он белый черно-белый. Потом ноду StraightToPreMultiplyToStrange. И тут этот нод как бы придает четко серый и белый оттенок. После этого нам нужно скопировать нод Bitmap. Сделать его цветным. И добавить это все в Blend. Также в прозрачность нужно добавить вот этот первый Bitmap. Как видите, вот текстура получилась прозрачной, но она не такая яркая, как оригинал. Поэтому нужно добавить нод HSL и выставить Saturation чуть больше. Есть еще один способ с помощью ноды Channel Mixer. Он черный фон делает прозрачным, а белый цвет полностью черным. И добавляем это все в Blend. Как вы видите, цвет стал более тусклым. И это можно исправить с помощью нода HSL значения Lightness. Но все же лучший способ это PreMultiplyToStrange и обратно. Так цвета остаются более живыми. И сохраняем это все в нашу папку. Как вы видите, фон стал полностью прозрачным. И сравните с оригиналом. Думаю, получилось достаточно качественно. В общем, спасибо за просмотр. Если будут какие-то вопросы, спрашивайте в комментариях. Ну и пока. Продолжение следует...